Всем привет, с вами Квина, и мы в прошлый раз остановились где-то приблизительно на этом месте. Мне пришлось пройти большой-большой кусочек, чтобы сюда обратно вернуться, потому что я хотела один квест выполнить, я его случайно пропустила, и в этой серии я надеюсь вам его показать. Я открыла сейф, для этого мне надо было прокачать сейф одному персонажу, и вот с этого робота мы вынули его плату. Да, тут... Ой-ой-ой, что тут такое? Что это было тут? Закопана мина? Блин. Мина это плохо. У нас разминирование у доктора, которого надо на лечение качать, а не на мины. Блин, я надеюсь, все выживут, а не как обычно. Вечно убивают мою любимую козочку, козюльку. Так, тут мина. Кстати, тут была еще одна нога, но мы ее почему-то не заметили. Рука и нога из гладкого пластика выглядят так же, как те, что были у громадного робота, которого нашли рядом с трупом Эйса. Между ними есть какая-то связь. Ммм, какая-то связь. В общем, мы отсюда идем к этой куче мусора, к которой мы с другой стороны подходили раньше в катакомбах, и находим тостер. И поскольку мы находим тостер, я научилась делать быстрое сохранение, вы за меня радуетесь. Мы пытаемся его сломать. И это будет очень наверняка долго или недолго, если повезет. Давайте скрестили пальцы, чтобы мне удалось быстренько вскрыть тостер. Но я же не могу без блестяшек уйти, вы понимаете. У меня мания, блестяшка мания, блин. Лампа-нога. Вот скажи же, зачем мне лампа-нога? Тем не менее, я думаю, что какой-то квестовый предмет, но вот смысл. В одном тостере мы нашли линзы, которые тоже так же странно блестели, как эта лампа-нога. Ну, переливались, вы заметили, оно переливается. Здесь мы нашли лампу-ногу. Не знаю, зачем оно мне понадобится, но не может же это быть просто так, да, для денег. В общем, я буду их таскать до конца игры, потому оказывается, что это только было для денег. А этот сейф, в этом сейфе лежал квестовый предмет. Сейчас вам покажу, какой. Ну, здесь не сказано, что он квестовый, но он квестовый. Вот. Видите? Позолоченный Дерринджер с гравировкой на перловутровой рукоятке этого Дерринджера, украшенного прекрасным узором, выгравлены и инициалы Д, Б. Мне кажется, я знаю, куда он нужен. Блин, лампа-нога. Ну, кстати, а вы можете про них что-то прочитать, про эту лампу-ногу? Ну, фриобелия, наверняка лампа итальянская, щекеть, лампа-нога, вы посмотрите, видите, с каблучком. Так, ладно. Вот скажите, зачем? Зачем оно надо? И оно не переваляется. А вот в другом мы нашли контактные линзы. Удивительно. Я надеюсь, что это как-то можно будет применить. Так, куда нам бежать? Видите, здесь красные скорпионы. Это те красные скорпионы, которые охраняли этот город, который, видимо, имели... О, нет. Тут что-то, видите, что-то тут... Мина. Мина. А здесь не мина. Ну-ка, на мину не надо с того-то, ну-ка, возьмем. Здесь мы дерьмо летучих мышей. Блин, полезная штука, наверное. Поехали. Да. Поскольку я перепроходила, то продавец у нас с продавцом у нас сейчас нормальные отношения. Сейчас пойдем немножко испортим. Мне там подсказали, как с ним наладо отношения, но мы сделаем это чуть-чуть попозже. Не сразу-сразу. Значит, у нас проблема в том, что горожане не настроены выбирать мэра так сразу. То есть они 50-50 разделили глаза. А нам нужно, чтобы выбрали мэра, чтобы эта девушка была за нас. Пойдем спросим, изменились ли ситуации. Пока не удалось. Я буду сидеть за их настроениями и поговорим потом. Вот. Поэтому идемте налаживать отношения. Мы должны починить вот ту штуку, я думаю. И мне кажется, это должно улучшить наши взаимоотношения. Так, сохраняшка F9 я научилась. Вот так посмотрела в настройках. Я думала, оно все на одном месте. Фотосейв, квиксейв 3. Так, квиксейв вот это, да. Оно как меняется местами. Был просто квиксейв. А ну-ка проверим сейчас. Escape. Загрузить игру. Да, видите, оно меняется. Триквик сейв, и они друг друга меняются. Поэтому мы будем сохранять руками. Печальная новость, я понимаю. Столько времени занимает. Так, обменяюсь. Можете продать какую-нибудь ерунду? Продать весь хлам. Нет, это я оставлю. Ставлю. Все наше имущество. Отлично. Продать за доллар. Зачем оно мне надо? За доллар, блин. Ну, видите, мы тут все понапродавали. Я не знаю, можно эту фигню продать. Тяжелое оружие, а нас никто на него не прокачивает. Но всего 21 доллар. Ладно, пусть валяется. Все равно пока что носится. 21 доллар нам не сделают никакой погоды. До свидания. Так, ну-ка давайте здесь сохраним игру. Хайпул. Ноль, 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 ноль. Вот это хайпул, не то. Сохранить игру. 4, 0, 1. Сохранить. Окей. Блин, надо все остальные сохраняшки поудалять. Хотя, мне они пригодились уже один раз. Так, идем, берем эту штуку. Берем, взять все. Это у нас глаз берет наша девушка там. Добавляем ее... Хотя зачем? Можно использовать сюда. Сейчас он будет возмущаться. И потом мне сказали, что можно использовать навык починки. И починить это дело невозможно. Поэтому мы идем и увеличиваем ее навык починки на 1. Если не получится, будем перезагружаться и пытаться это сделать. Это поможет нам улучшить репутацию нашу. Ага, это плохо. Если повысится репутация, то мы сможем... Мы сможем заставить их выбрать того мэра, которым нам нужен. Ну, не прям заставить, но они посмотрят, какие мы хорошие. А раз мэр за нас, а мы хорошие, то может действительно стоит выбрать того мэра. В общем, я вернусь к вам, когда мне получится все это сделать. Наконец, нам удалось починить эту штуку. После вашего ремонта очиститель воды работает просто безукаризменно. И мы можем с ним уже опять работать. Гарль, что могу сделать? Мы тут дали наводку на сухое мороженое. Надеюсь, на следующей неделе оно у меня будет. Да вы что? В качестве благодарности за починку того очистителя я поделюсь с вами прибылью, вырученную от продажи чистой воды. Спасибо. Так, денюжки, денюжки, это хорошо. Сколько у нас денюжек теперь? Шестьсот, видимо, он сто нам дал, но я осталась шестьсот. Отлично. Я считаю, что это победа. Так, ну-ка давайте сохранимся. Идемте поговорим с девушкой Кейт Престон. Может, теперь ее выберут? Мы же уже такие положительные полгорода спасли. Привет, рейнджеры. Я следила за настроенными горожан, думаю, мы готовы провести выборы. Так или иначе, скоро у нас будет новый мэр. Все, кто хочет, чтобы мэром стал Шон Берджин, скажите «За». Что так мало? Хорошо. Теперь скажите, все, кто хочет, чтобы мэром стала Кейт Престон, скажите «Я». Смотрите, видите, как мы сменили настроение. По-моему, это убедительная победа. Кейт Престон наш новый мэр. Ура! Всем спасибо. Я обещаю, что буду стараться изо всех сил. Если я кому-то понадоблюсь, меня можно будет найти в кабинете мэра. Еще раз спасибо. Вернемся к работе. Эй, рейнджеры. Огромное вам спасибо за то, что спасли нашу задницу. Предполагаю, вы отправитесь в путь, как только доведете до конца свои дела здесь. Думаю, мы откроем для вас канализационный туннель рядом со строительным краном. По нему можно быстро выбраться из города, а при желании... И вернуться обратно. Нас больше это не держит в осаде, так что теперь расстояние можно преодолеть быстро. Хорошо. Хорошо. Идемте тогда... Тогда к нашему крану. Сюда. Сейчас нам надо будет починить... То есть перекрутить сюда ретранслятор. Я так думаю. И сбегать вниз. Вы освободили заключенную? Какого черта? Кто это там нам говорит? Шон недоволен нами. Что мы освободили заключенную. Погоди, говорим с ним. С ним можно поговорить? Шон. Он возвращается в свое место после голосования. Теперь можно? Тут не стермы, рейнджеры. Это слишком низко даже для вас. Какую преступницу? Крик-гриф или как там она себя называет. Наверное, смельчаки. Раз вы выпустили ее из клетки. Теперь разгулите с ней по городу средь бела дня. Возможно, вы сможете объяснить, почему она не ждет повешения в клетке. В противном случае, у вас здесь лучше больше не появляться. Ах, какая грозная. У нас мэр в друзьях. Первый уровень же по Лизам. Мы арестовали, а теперь идем в ТТД рейнджеров на допрос. Что? Правда? Что ж, это не жестокая развязка, которую мы желали. Но, по крайней мере, вы наконец взяли за работу. Так, держать рейнджеры. Зачем вы ее заперли в клетке? Если она ходит как у дот, как урод, говорит как урод, да еще и объявила за день до нападения мэддитов, что мы еще должны будем сделать? Мы пока еще способны познать разведчика-окрушителя. Ага, я заметила. Кого держали в клетке в центре города? Впервые об этом слышу. Странный парень. Вы держите с верным направлением, рейнджеры. Так держать. Ну, хорошо. Разберите с опорным пунктом крушитель, и мы, наконец, почувствуем себя в безопасности. Ну, у меня пока что немножко другие дела тут. Нет, я сохранюсь на четвертую. Так, значит... Давайте, вот, по идее, они нам это... Теперь вход 0 открыт. Сам он ведет к низовьям хайпула. Это не самый приятный путь, но определенно самый быстрый. Нам нужно здесь еще пару квестов сдать, поэтому... Давайте спустимся. Козочка не забывает уже бегать к нам. Потом поднимемся. Ах, кстати, я не полечилась у доктора. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Сколько там здоровья Пилюлькина? 46, 55, да. Десятки не хватает где-то. Ладно. Бежим, бежим, бежим. Нам надо было послание передать к куриному парню. Жалко, здесь нет телепортации. Да. Где-то мы там бежим. А, не знаю, откуда бежать и без меня. Заодно проверим. Так, горожанин жив, здоров. И все у нормы. Хорошо. Потом нам надо будет по тому квесту, из-за которого я все... Хочется позже дальше отказаться. Из-за которого я все перепроходила. Поговорим, получим опыт. Красота. Как только кореш получит мою весточку, мы уберемся подальше от этого дурдома. Мы нашли твоего кореша. Он дал нам это. Ух ты, картинка за меня. Тысячу слов, ребята. Но это мощно. Какие же у вас добрые. Сердца великолепно. То, что надо, чуваки. Теперь мой дом, ваш дом. У меня есть отличная заначка. Если вы переживаете не лучше времена, я помогу вам, ребята. Ну, покажи там, что у тебя. О, 3% шанс на критический урон. Плюс 20 максимальное количество воды. Не знаю, зачем это нужно, но, может быть, нужно. Противоядие устранивает я. 30. Ну, давай купим. Так. 240. 240. Это 90 и 120. Это 60. О, ладно. Так, а продать тебе что-нибудь можно? 41. Ладно. Наполните мир любовью, чуваки. Угу, угу. Так, здесь мы... Мы что, это не открывали? Такие пироги, вам скажу. Работающий переключатель. Сохранить игру. Так. Ну, давайте. Что там у нас с этим, да? Нет, не с этим. Так, да, с этим. Ох, легко, чудесненько. Ну, да, мы же после подземелья опытными стали. Пришлось повысить навыки сейфа взломательства. О, неудача. Плохо. 1% критической неудачи. Ну, неплохо. Это шансы наши высоки. Да. Значит, пульки для девушки. И... Всякая фигня. Давайте... Продадим им всякую фигню. И пойдем дальше. Продать весь хлам. Ручной камень не продается. Надо его пометить, как не барахло. Так. Продать. 15 долларов получить. Разбогатеть. Ну, на фотографии... Ну, на картинке он более-менее. Не сильно страшно. Я думаю, зачем мне так много всяких штанов? Кстати, это надо же одеть всем. Ручной камень. Отметить, как барахло. Тепло, уютно в ваших руках. Он как будто снова нашел хорошее пристанище. А вы хотите его продать. Ай-яй-яй. Так. Что я хотела? Новые покупки. Шанс на критический урон тебе. И максимальная вода. Это тоже сюда. Куда? Сюда, наверное. Верните. Подожди, а у них у всех заняты места, эти? Тебе мы его давать не будем. Вообще у всех у всех заняты. Вот это нам не нужно пока что. Значит, мы воду передадим нашей. Снайперу. Загадочно. Так. Что это максимальное количество воды? Я не знаю зачем, но, наверное... О, вот, еще сортировка есть. Но, наверное, это мы как-то узнаем в процессе. Сохраниться. Здесь нет ничего. Мы узнаем в процессе похода. Так. И теперь нам нужно вниз. Вниз вот сюда. Видите? Мы здесь пропустили место. Потом нам надо будет обратно вверх подняться. Вылечиться. Я, наверное, выключусь. И потом вернемся, сука, ван. Уже у входа. В катакомбы. Красные скорпионы. Слава богу, пожалуйста, помогите. Напуганная девушка вздрагивает от каждого удара, наносимого по сейфу. Мужчинами в соседней комнате. Когда вы подходите к ней, она смотрит на вас с надеждой. Джейсбель. Стоп. Вы не красные скорпионы. О, да. Вы рейнджеры. Так даже лучше. Вы мои рыцари в кожаных доспехах. Ты ждала увидеть красных скорпионов? Да. Иногда они вроде как помогают. Но на самом деле нет. Они формально должны нам помогать. Но обычно они просто напиваются и жалуются на жизнь. Но мы с ними подписали договор о защите. Я надеялась, что они наконец-то объявились. Но вы лучше, чем они, справитесь с заданием. Я уверена. В чем тебе помощь нужна? Ко мне вырывались трое бандитов. И все здесь обшарили в поиске ценностей. Они все еще здесь, прямо за углом. Они пытаются взломать сейф, в котором я хороню свое приданное. Прошу, остановите их скорее. А что за приданное? Да, отец оставил мне приданное, чтобы я нашла хорошего и честного жениха. Чтобы привлечь достойных кавалеров, нужно приданное. Иначе они спят со шлюхами и становятся бесчестными. Так говорил мой отец. Я очень достойная женщина и заслуживаю хорошего мужа. Ну ладно, пойдем поможем девушке найти мужа. В конце концов, кто мы такие, да? Чтобы ее от этого договаривать. Происходит непотребство страшное. Затянутый в кожу бандит. На нем защитные очки, а в руках выпачканные в крови строительные инструменты. Вот дерьмо, здесь рейнджеры. Слушайте, мы просто хотим пограбить нам. Незачем ссориться. Просто позвольте нам собрать то, зачем мы пришли сюда. И мы уйдем. Четвертый уровень задира. У тебя задира третьего уровня. А здесь задира вообще один. Хорошо, сами напросились. Посмотрим, что получится из этого. Так. Доктор, изменяем оружие. Блин, а не перезарядились. Вроде перезарядили все. А у меня есть вообще доктора этот? Пули. К этому оружие тридцать восьмое. Пули полно. Что за безобразие вообще? Так. Здесь мы можем присесть. Вообще доктора, я думаю, сюда. Вместе с козой. Это сюда. Или сюда. Это же у нас снайпер. Вместе с козой. Вместе с козой. Вместе с козой. Вместе с козой. Теперь шанс попасть лучше. В засаду. Я справлюсь. Здесь не встать. Здесь не встать. Давай-ка сюда. Восемьдесят шесть. Давай сюда. Что, промахнулась? Получально. Так. У тебя что? У тебя... Да. Второе у тебя этот. Сюда идем. Попробуем их всех задеть вторым оружием. Так. Что, не хватает? На выстрел? Блин. Это что? Клево. Контузили. Блин. У него дробовик. Так. Девушка. Шестьдесят шесть. Восемьдесят шесть. Но мы в своих можем попасть. Давай сюда. Стреляем. Убили. Так. Сюда. Шестьдесят девять. Шесть. Так. У этой что? Снайперка. И он слишком близко для этого. Давай сюда. Здесь уже лучше. Вариант. Так. Шесть. Стрелять. Хорошо. Сто. Ладно. Двадцать девять. Теперь своих можно задеть. Нет. Меняем. И сорок. Двадцать шесть. Хорошо. Плохо. Промахнулся. Красиво. Фигаси. Заклиняла. Так. Анжела Дэд как всегда действует как хочет. Докторша. Докторша стреляет. Сюда. Упор. Как включить, чтобы очереди. Где-то надо нажать. Нет. Это по-моему перезагрузка. Ладно. Это мы убили. Конец худого доктора. Стреляет. Получаем шанс. Псет шесть. Все. Мы всех убили. Все живы-здоровы. Козы-здоровы. Что у них интересного? Блин. Вот не одного нормального какого-нибудь урона. Вау. Дробовик. Помповый. Точно надо кого-то дробовики прокачивать. 14.18. Неплохо, да? Так. Ладно. Теперь сохранимся. И надо вскачать. Ой, скачать. Надо взломать сейф. Этот. Посмотрим, можем ли мы это сделать. Заперто. Заперто. Поднимаем уровень. Поднимаем уровень. Взлом сейфов. 27. Я все равно его буду взломать до посинения. Неудача. Еще раз можно? Критическая неудача. Невозможно. Ну ладно, загружаемся. Открыли сейф. Тут. Какая-то записка в нем лежит. Записка для Джесс Белли. В записке написан. Джесс Белли. Я проиграл твое преданное в карты. Прости. Но я обязательно отыграюсь и верну его. Скоро вернусь папа. Вот так вот. Старая книга, написанная неким Дэниелом Стилом. Похожа на имя пустынного рейнджера. Зайдем. Поговорим с ней. О, доблестный рыцарий. Как я так вам признательна. Если бы я потеряла свое преданное, это бы сломало мне жизнь. Мой отец перед смертью позаботился о том, чтобы у меня было все необходимое для того, чтобы найти достойного жениха. Я его пока не нашла, но когда мне это удастся, преданное поможет убедить его жениться на мне, любить и защищать меня. Огромное вам спасибо за то, что спасли мое преданное. Где твой отец? Он сказал, что отправляет он очень важное задание. Он собирался путешествовать по пустошам, чтобы найти для меня подходящего жениха. Я так жду его возвращения. Ты хочешь встретиться с мужчиной, которого он подыскал? Он сказал, что отправился на задание. Да, разве это не восхитительно? Он так меня любит, он отправился странствовать, чтобы найти мне хорошего мужа. Он был подобен рыцарю из книги, которую я читала каждую ночь перед сном. Он прямо как тот рыцарь. Я так его люблю. Что за книга? Но очень старая обложка давно оторвалась. Я в самой книге рассказывалась о рыцарях, принцессах и их приключениях. Они жили в замках, похожих на тот, рядом с которым мы живем. Отец говорил, что я настоящая принцесса, так что я заслуживаю достойного жениха. Все мужчины свиньи, спящие со шлюхами. Но отец найдет меня хорошего мужа. Да, что касается твоего приданного, в сейфе мы нашли эту записку. Что? Какую записку? Не может быть. О, господи. О, господи. Рейнджеры, мне не вижить в этом мире без хорошего мужа. О, боже. Рейнджеры, ну, чтобы вы нашли мое приданное. Помогите. Вы моя единственная одежда. Ведь вы мне поможете? Конечно. Спасибо вам, рейнджеры. Благословляю вас, мои доблестные рыцари. Мой отец никогда не показывал мне приданное. Но он сказал, что нанес на него мои инициалы. ДБ, наверное. Когда я родилась. Когда я только родилась. Он еще всегда говорил, что оно так же прекрасно, как я. Это все, что я знаю. Вот так вот. Поможем девушке искать приданное. О, доблестные рыцари. Как же мне выжить в этих пустошах без моего приданного? Мы нашли твоего приданное. Вот возьми. Это был тот самый пистолет. Большая Берта теряет посолочный Деринджер с гравировкой. Спасибо, спасибо вам, милые рыцари. Ну, мы опыт получили. Да, даже кто-то уровень поднял. Весела Лиза. Так, что у тебя здесь интересно? Ничего, мы уже все собрали здесь. Но здесь были те самые линзы. Да, это тоже не искать. Вот ты, боже мой, мы его пропустили. О, это сигнализация. Опа-па. Блин, то, что сигнализация, это плохо. Берем все и сматываемся. Плохо же сигнализация, потому что у нее авторские права у сигнализации. Здесь больше ничего нам не хочется сказать. Нет, я не могу отвлекаться на разговоры. Слишком занята планируя свои идеальные свадьбы. Ну, вот так вот, помогли человеку. А теперь все, да? Так, ладно. Так, что же мы взяли там такого интересного? Это Бакер по барахлу, которому можно продать. Лопата. Баллада Бобби и Рекси. Это про собаку у этого парня. Вот легенда о Реди Райдере. Дети, соберитесь поближе и послушайте легенду о Реди Райдере, величайшем герое Хайпула. Времена были тогда темные. Хайпул был еще молодым, беззащитным и безнадежным. Только наше укромное расположение защищало нас, и вскоре негодяи всех мастей, грабителей, рейдеры, мародеры обнаружили и стали эксплуатировать наш городок. Что нам оставалось делать? Бежать, прятаться, сражаться? Мы не могли. В нескольких взрослых было недостаточно для защиты детей, а дети были слишком малы, чтобы защищать самих себя. Сколько же невинных душ было загублено в то время? Не могу сказать. Спросите своих родителей, они должны знать. Но была одна женщина, оказавшаяся мудрее, проницательнее и сильнее становленных, темнее всего. Перед рассветом дети мои, говорила она нам. Мы не слишком верили в это, мы были глупыми. Она бросила клич о помощи, и появился он, Ред Рейдер. Кто был Ред Рейдер, спросите вы? Кто знает? Не я. И не думаю, что кто-то еще знал. Даже те, даже так, что позвала его. Все, что мы знали, все, что нам нужно было знать, это то, что он появился тогда, когда он нам был нужен. Нам, это детям беззащитным и отчаившимся. Но не мог спокойно наблюдать, как гибнуть дети, и пневмонетическая винтовка Реда Райдера с компасом в прикладе несла справедливое возмездие тем, кто убивал. Уникальное довоенное сокровище, теперь используемое во благах и против зла рода человеческого. День первого его появления, это был воистину дурной день. Злодеи пристрелили собаку одного из малышей, и когда он стал кричать, то они извинились, осознали свою ошибку, никак нет. Они подстрелили мальчика и ставили умирать в реке. Когда они собирались скрыться с места детоубийства, а мы прятались в страхе, попадал раскаленный ветер, поднимая облака пыли. Негодяи затряслись, будто от холода пыль оседала, открывая нашим взглядом долину, которую едва могли узнать. Медленно из кружавшейся пыли появился сам знаменитый Ред Рейдер. Его грусть была скрыта маской, но гневом сверкали глаза. Он поднял свою ментовку и выстрелил снова, 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 отправив детоубийство в бедство перед ликом. Справедливого гнева с тех пор все знали Хайпул под защитой. Теперь времена стали лучше, а мы сильнее. Давно уже мы не видели Реда Рейдера, но все мы знаем, что он где-то рядом, помогает тем, кто в этом нуждается. Страдает за тех, кто не может защитить тебя. Но если вам понадобится его помощь, если вы встретитесь с тем злом, что сильнее вас, не забудьте клич Ред Рейдера Хайхо. Интересно. Мы узнаем о легенде с другой немножко стороны. Но все-таки та идея Реда Рейдера, о том, что рейнджеры были плохими, все еще на месте. Ладно, встретимся с вами уже, когда я добегу до этого прохода. Вот мы и здесь, нас подлатали. Сейчас мы немножко получим уровень. И нам нужно починить то, зачем мы изначально сюда пришли. Повесить ретранслятор. Вот так, я думаю. Эта серия получилась довольно насыщенная. Помогли девушки с планированием свадьбы. Да, вот теперь хорошо, сигнал четкий, секунду. Вы слышите меня? Да, мы только что получили сигнал ретранслятора в Хайпуле. Все-все хорошо, мы... Дар ждет вас, славы гунетенных, преследований, закованных в цепи. Приходите в новую цитадель, вступайте в наше братство и тоже будете носить доспехи выше. Вы тоже станете бессмертными, неуязвимыми для старения и недугов. Вы станете совершенными существами, готовыми вести весь мир за собой к будущему, полному света, красоты и... Милосердие Господа в живот наших пулях, братья и сестры. Оно сидит на наших штыках. В общем, бла-бла-бла. Че-то поберегутся, не хочу, чтобы это было в эфире. Да я тоже. Виноватый Кайдин. Хорошо поработали, половина позади. Теперь срочно отправляйтесь в СХ-центр. Мы по-прежнему получаем оттуда сигналы бедствия. Окей, в прошлый раз сначала занимаемся людьми, потом ради вышки. Все ясно. Ясно. Принятый Кайдин. Конец связи. Так, ну-ка давайте получим парочку этих вот уровней. Подлечились, получились. Да, все отлично. Так, ох, мы все 60-50, все с уровнями. Отлично, кричащий стервятник. Так, ладно. Я думаю, эта серия получилась вполне себе насыщенной. Мы спустились в подземелье, узнали, что у красных скорпионов убил какой-то чудак, какой-то робот. Мы это обнаружили, и поэтому они не смогли прийти на помощь вот этим вот характерам, или как там они там называются. Помогли девушке со свадьбой, помогли двум друзьям, которые, один из них наркоман, помогли им как-то воссоединиться, что ли. Ну, я думаю, так серия получилась насыщенная и интересная. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки, и встретимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.